Да, и что там, как у вас? Да, ничего. У меня, кстати, есть для тебя хорошая новость. Теперь вы можете наступать в любом направлении, вы в окружении. Да нет, они сегодня в Купинске, ну, подошли к Купинску, к этому подохранились, но ничего не изменилось. Сегодня показывают мост, взорвали в Купинске, но это значит, что основная часть города, где там папа живет, Надькин, они теперь, получается, на противоположность сами. Я думаю, наших туда столько народу пригнали, что вас-то точно не сдадут. Так что можете не переживать, сейчас им не до вас будет. Они просто вас постараются, чтобы вы сами свалили. И на марше где-то уже приезжать так не будут, я думаю, лезть на рожон, там, терять людей. Пипец, ну, я не знаю, как это вообще назвать. Куда люди вообще смотрят. Ну, видишь, все в основном здесь пытаются в тылу отсидеться, заниматься непыльной, как говорится, работой, получать такие же деньги, как люди, которые на Периске воюют. Ну, а что, просто у нас, вот, реально там чуть сильнее становится армия, с каждым там днем, чуть сильнее. Вначале даже и слабее. А у них значительно сильнее. Надо или поздно, это же две прямые пересекутся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...